Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Предлагаю сегодня обсудить с вами новинки косметики. Давно у меня на канале не было, кстати, такого видео. Поделюсь с вами, что вам стоит ожидать на моем канале в ближайшее время и что я точно не возьму. Хочу начать с Кайли Косметикс и ее лип ойл, то есть масло для губ. Когда я увидела коробку, то есть упаковку от этого масла, у меня сложилось ощущение, что там должно быть что-то еще, скорее всего, помимо масла. Но нет, то есть вот эта маленькая мельпусечка и вот эти огромные губы, это все. Мне это напоминает, я уже делилась в своем инстаграм, что когда тебе дарят в подарок большую коробку, ты ее открываешь, там много мишуры, вот это все упаковочные бумаги и в итоге вот такой вот маленький подарок. Что-то примерно это выглядит так. Ничего не вижу плохого в том, что они решили выпустить масло для губ, но мне кажется, что этот абсурд с упаковкой многим непонятен и поэтому этот запуск какой-то, ну так себе. То есть если бы вот реально была просто маленькая коробочка, этого вполне бы хватило. Вы знаете, я могу быть не права, то есть может быть это пиар-распорта, посылка, ну так выглядит, но даже если это она, то это все равно. Я не возьму, скорее всего, это масло, но у меня, если честно, для губ, кстати, очень быстро у продукта уходит. Ну, в общем, не знаю, конечно, может кому-то хочется, но я, скорее всего, брать это не буду. Не знаю, в общем, насколько это актуально, но меня все равно заинтересовало это, так как я ничего не говорила по этому поводу, то решила с вами поделиться, что я думаю. Но все равно это относительно новая коллекция у Colourpop, которая называется Love Struck. Я вообще сначала не поняла, что это Colourpop, потому что все-таки, как ни крути, у них есть своя эстетика, и это девятки. Когда я вижу вот такие вот палетки, девятки, у меня ассоциация именно с Colourpop. Это, конечно, что-то похожее на Наташу Динону. Я могу сказать, что это неплохой вариант, потому что, конечно, нам нужно что-то новое придумывать, это классно, это круто, но мне кажется, что когда резко такое происходит, бренд теряется, то есть люди не узнают этот бренд, но как сама задумка, то есть по колористике, в принципе, она неплохая. Мне понравилась палетка Amor, Lyric и Ballad. Буквально сегодня вышла новая коллекция Pat McGrath, которая, мне кажется, взволновала просто всех, потому что вы знаете, что Pat McGrath любит так интриговать, что вот скоро-скоро все будет, таймер еще поставят. Но недавно произошла тоже такая же странная ситуация с новинкой, когда она также интриговала, но в итоге вышла красная помада с красным карандашом, которая, мне кажется, ну, выглядела это как какой-то прикол, если честно, потому что многие такие, простите, красные. И, в общем, наконец-то, сегодня нам показали новую коллекцию, и сначала уже нам показали вот этот краешек, уголок, чего-то большого. Я уже приготовила свой кошелек и подумала, что все, это, скорее всего, палетка, а может быть, румяна, потому что румяна очень многие ждут. Вышла палетка Divine Rose, вторая, с этими же оттенками, просто в розовом металлике, то есть упаковка другая. Из нового четверка теней в розовых оттенках, которые... Которая мне очень, кстати, напоминает этот Celestial Divinity, вот эта вот коллекция, которая называется вот так просто. Очень напоминает вот ту палетку, которая с розовым ярким оттенком. И из нового еще хайлайтер. Из этого всего меня заинтересовало только одно, и то, знаете, так слабо. И это просто хайлайтер. Палетку я точно брать не буду, а вот хайлайтер я еще, может, подумаю. И то, скорее всего, нет. Я так думаю. Буквально на днях вышла новая коллекция у бренда Наташи Диноны, которая в прошлом году вышла к 14 февраля. И знаете, в прошлом году я еще не вела активно канал, поэтому я ее не пробовала. Но я знаю одно, что палетка, вот эта большая Love, она мало кому понравилась. Вообще она, мне кажется, почти никому не понравилась. Она была, я насколько понимаю, по качеству очень плохая. А в новой коллекции палетка пятерка. Сама Наташа Динона утверждает, что это абсолютно новые оттенки, и, скорее всего, по качеству они тоже будут другие. Но, видите, я даже не могу сравнить, потому что у меня не было палетки Love, но я все равно смогу понять, хорошие ли это тени или нет. Также в этой коллекции будет помада в пуле, оттенок которой, если честно, ну не очень меня привлек. И будет палетка для лица, хайлайтер и кремовый румяна. Вот они меня тоже привлекли, мне они понравились, по крайней мере, визуально. Так уж уже там посмотрим. Я взяла эту коллекцию, и мы с вами обязательно попробуем. Очень надеюсь, что палетка будет хорошей для глаз, потому что... Ну и для лица, кстати, тоже. Потому что мне она очень нравится по цветовой гамме, хотя, казалось бы, она такая банальная. Прям вот приятно на нее смотреть. Ни одно видео мое про новинки косметики не обходится, мне кажется, без колей, да я всегда упоминаю их. Потому что у них вышла новая коллекция в коллаборации со шведским блогером Анжелика... Анжелика же, правильно я ударение поставила. Анжелика Никвист, кажется. А сама палетка называется The Club Nebula Palette с пятнадцатью оттенками, которая будет стоить 45 долларов. Вверх, то есть сам дизайн палетки, он не минималистичный, но все равно симпатичный. Вообще, мне кажется, что коллеги поняли, что у них очень хорошо получается делать сияющие оттенки, потому что в моей, например, палетке очень красивые, сияющие, которыми я достаточно пользуюсь, и у меня уже там ямка нормально нарыта. Даже если смотреть на их недавний выпуск триохромных или мультихромных хайлайтеров, в общем, они поняли, что это их преимущество, и они решили идти в этом направлении. То есть в каждой теперь палетке будет, мне кажется, больше-больше-больше красивых сияющих оттенков. Мне нравится, как выглядят сияющие оттенки в этой палетке. Но матовые нет, потому что они разбеленные. По крайней мере, я вижу, что голубой разбеленный. И так, что это? Вот этот лососевый или какой он? Рыжий, непонятный. Ну, в общем, мне почему-то кажется, что... Ну, вот только, может, красный нормальный и вот этот надкрасный у которой. Короче, я не знаю, насколько чисто будут наноситься эти оттенки, но мне почему-то кажется, что матовые здесь будут так себе, а вот сияющие, я думаю, что хорошие. И я эту палетку, правда, не хочу, потому что я всегда взвешиваю, насколько сильно мне нравится палетка. Если я понимаю, что матовые точно, например, мне не подойдут, и они у меня будут лежать, то мне палетка 100% не нужна. И в таком случае мне просто легче взять однушки. Хорошие, сияющие, и все. Поговорим об еще одной новинке Colourpop, которая у меня не новинка, а вот комментарии под этим постом вызвали у меня вопросы. Вообще, на комментарии под тренд-мудом ориентироваться лучше не стоит. Насколько хорошая новинка или плохая? Я заметила, что я когда думаю по поводу новинки, что мне она нравится, комментарии такие. Disappointed, мне не нравится, фу, отстой, и еще что-то. Если я думаю, что очень странная новинка, люди пишут, amazing. Это то, что нам нужно. Вот, например, с палеткой Divine Rose просто в новой упаковке, сегодня я видела только хорошие комментарии, только то, что это просто amazing, и вообще, ну, шикарная коллекция. Тем временем я. Это я к чему веду? У Colourpop вышла коллаборация с Animal Crossing. Это игра, которая, мне кажется, ну, уже всех покорила, но я в нее еще ни разу не играла, и, не знаю, она вообще стоит того. Когда просто рассказали, что будет коллаборация, люди сначала все были в восторге. Мне всегда интересно, что именно люди ждут, потому что когда показали палетки, а там четверки разные, в принципе цветовая палитра нормальная, там еще, я как поняла, румяна, и я как поняла продукты для губ. Для фанатов, мне кажется, это нормальная коллекция, ну, то есть я, например, точно ее не возьму, и я не фанат для других, мне кажется, ну, нормально, а что не так? Я не знаю, что они ждали, очередную кокосовую палетку, это же игра вроде, насколько я понимаю, яркая, и тут должны быть относительно яркие оттенки, что не так? Обычные оттенки, то есть есть темные, есть осветляющие. Я вообще, если честно, сначала подумала, что это Lime Crime, потому что я помню, что у них выходила такая тоже четверка. Я не возьму эту коллекцию, но мне кажется, что для фанатов это нормально. Помянула я Lime Crime, и вот, наконец-то, о них мы с вами поговорим. У Lime Crime вышла новая подводка, которая называется Venus Liquid Eyeliner, с разными оттенками, и очень симпатичная, но мне не нравится аппликатор. Если бы он был в виде маркера, то это было бы намного удобнее, нежели чем вот так. Вообще, я подумала, что это Джеффри Старр сначала. С вотча однозначно сделали на фотошопе, рубрика «Сплетни и недовольство», потому что, ну, намного лучше, когда честные свочи, все понятно, все видно, а вот это, вот это, ну, нет. Стоит это 18 долларов, и я это не возьму, потому что, если мне понравится Danessa Myricks, то, что я взяла вот эти пигменты, то я, скорее всего, вообще все у нее закуплю, все эти оттенки, потому что я видела просто, как красиво все смешивается, и это просто... Ну, конечно, я буду пробовать еще что-то другое, например, вот этот Dipexim, как он там называется, может быть, их тоже попробую, но в качестве подводки, в принципе, уже не важно, то есть можно и этот пигмент использовать. Очень интересный девайс выходит у бренда YSL, благодаря которому ты можешь делать помады сам. Там очень закудрявлено все, потому что ты покупаешь вот эти картриджи, то есть вот эти оттенки, с оттенками ничего не понятно. Я, как поняла, из трех оттенков ты можешь намешать, и, возможно, картриджи будут разные, скорее всего. Это будет стоить достаточно дорого, если один сет будет там 100 долларов, то это, скорее всего, нормально. Я скажу так, что если человек захочет смешать оттенки, он смешает их из своих помад, уже существующих, тем более сейчас очень много, кто покупает помады одного, например, бренда, тем более, если это какие-то пигменты, там, например, та же самая Данесса Майрикс, взял, замешал, как тебе надо, нанес на губы, сверху либо блеск. Я вообще занимаюсь этим, на самом деле, очень давно, и я, если мне нужен какой-то прям определенный оттенок или мне просто интересно поэкспериментировать, я смешиваю свои помады и получаю тот оттенок, который мне нужно. И у меня все получается так же хорошо. То есть, если вы так сильно хотите смешать помады и этим сидеть заниматься, то вы можете просто купить разные оттенки того же самого бренда, то есть, ну, чтобы, понятное дело, по текстуре они не конфликтовали или по формуле берете вот такую палитру, наносите сюда сколько вам нужно, и даже с аппликатора это наносится все очень легко, и все, просто смешиваете. Это все прикольно, классно, но я не думаю, что... В общем, это, скорее всего, будет так. Первое время будет интерес, потом уже это все просто забросится, и все. Очень интересный запуск нового бренда, который называется Oric. Это бренд такого блогера, как Саманты. Первые продукты в этом бренде это Glow Last, который будет стоить 45 долларов. Я, как поняла, это иллюминайзер. Если вы хотите чуть-чуть сияния, то можете добавить это в уход или в тональную основу. И второй продукт это Smoke Reflect, iDuo. Кремовый и пудровый продукт, которым можно также смешать. Это кремовые тени и пудровые, я как поняла, сияющие тени. Можно между собой смешать, то есть наложить друг на друга. Это выглядит, конечно, интересно, но я думала, что будет какой-нибудь хороший тональный, тональный тон. Но я думаю, что в скором времени будут какие-то еще другие запуски интересные, так что посмотрим. Тени такие, знаете, такой формат я, по крайней мере, уже видела. Это как бы не самый новый формат, да? Но вообще интересно, конечно, именно посмотреть сервис ее бренда и качество, то есть вообще как это все вместе. Но сказать, что я прям влюблена, если скоро выйдет у нее тональная основа, то я, скорее всего, ее возьму, потому что у меня, кстати, одна уже закончилась, и я готова, я готова взять. Ну и напоследок поделюсь с вами своим мнением по поводу новинки бренда One Size, что у него не выходит. Я почему-то, ну, пока не было просто такого продукта, что мне хотелось его купить. Не знаю почему. И вот сейчас у них вышел праймер, получается, который будет стоить 30 долларов, и патчи под глаза. Мне кажется, что можно что-то и поинтереснее выпустить. Может быть, какие хорошие румяна, или даже бронзер, хайлайтер, классная помада. Ну, что угодно, чтобы это было в классных каких-нибудь оттенках. Меня не привлекло. Так же, как меня не привлекла новая палетка Morphe, кстати, но меня смутило только одно, и это свочи. Если вы на них посмотрите, то это, наверное, уже все знают, я прекрасно это понимаю. В общем, они влажные. Это влажные свочи, потому что по краям темнее, чем посередине. Пусть это будет лучше с несколькими слоями, но не влажные свочи, потому что, ну, это прям, ну, обман. И очень неприятно. В этой палетке я тоже ничего не вижу плохого, потому что потом уже сделали пост с другими свочами. Там уже они посимпатичнее. Я не любитель таких палеток, где очень много оттенков, потому что, например, я с Норвиной вот этой мучаюсь, и если ею крашусь, то у меня просто вот, я не знаю, куда одеть свои руки. Я вот просто стою и понимаю, что мне очень тяжело так. Правда. Мне нужно поставить ее на стол, и только так я могу ею краситься. И это, правда, очень тяжело, когда палетка очень большая. В общем, это было все. Я надеюсь, что вам интересно было послушать мое мнение по поводу новинок косметики. И вы как-то более-менее понимаете, что ожидать на моем канале. Ждите совсем скоро. Уже должна прийти ко мне Наташа Динона. Она пока ко мне идет, и я думала, кстати, что она это сделает сегодня. Но, в общем, нет, она не пришла еще. Мне, например, будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу вот этих новинок, которые я перечислила. Обязательно пишите, если вы хотите что-то увидеть именно на моем канале. Может быть, я просто что-то не упомянула, и вам хотелось бы побыстрее увидеть, как это в работе на глазах, на лице. Спасибо, что поддерживаете мой канал любыми способами, то есть лайками, подпиской, комментариями, просто просмотром. Ну и желаю вам хорошего дня. Пока! Пока!